Зоологический портал фауны Беларуси представляет Жизнь мёртвой древесины Остатки срубленных или умерших деревьев являются одним из важнейших элементов леса. Разлагающаяся древесина – это место обитания многих растений, грибов и животных. Образно можно сказать, что мёртвая древесина более жива, чем когда она была растущим деревом. Чтобы понять это, достаточно прийти в лес и глубже познакомиться с жизнью упавшего на землю дерева или стоящего, ещё даже довольно крепкого, пня. Кажется, ну какая жизнь может быть в пне, оставшемся на месте когда-то срубленного от дерева? Но не проходите мимо, обратите внимание на такой пень. Наверное, первое, что можно здесь отметить, так это мхи, которые поселяются на пне, часто покрывая его густым зелёным ковром. В лесу на разлагающейся древесине можно встретить зелёные мхи и печёночники. Первоначально на разрушающейся древесине поселяются только некоторые виды, плотно прилегающие к субстрату. Они способствуют довольно быстрому разложению древесины. По мере трухления древесины и накоплению трухлявого слоя, на пне или упавшем дереве поселяются и другие виды, условия для которых раньше были малоблагоприятны, прежде всего из-за недостатка влаги. В настоящее время учёным известны десятки видов мхов, поселяющихся на мёртвой древесине. Пройдёт время, и эти мхи будут вытеснены папоротниками и даже цветковыми растениями, развитие которых станет возможным тогда, когда толщина трухлявой разложившейся древесины достигнет нескольких сантиметров. Наверное, удивление вызывает произрастание на старом трухлявом пне кислицы или недотроги, а иногда и малины. Но ещё большее удивление и недоумение возникает, когда встретишь на пне маленькую ёлочку, рябинку или берёзу. Однако, коль выросли они здесь, значит нашли для себя подходящее условие. И создал эти условия старый трухляющий пень. Значит, он на что-то сгодился. Огромную роль играет разрушающаяся древесина в жизни грибов. Наверное, треть всех наших грибов тем или иным образом связаны с трухляющей древесиной. Конечно, не все они растут на пне, но во многом всё же от него зависят. Грибы, поселяющиеся на коре, недавно появившейся в лесу пня, могут проникать в глубокие слои древесины, достигая его ядра. Эти грибы используют питательные вещества в только недавно погибших деревьях. На смену им вскоре приходят другие виды, которых в настоящее время только на пнях деревьев в Беловежской пуще насчитывают более сотни. Грибы очень активно разрушают мёртвую древесину, ускоряя возврат в экосистему химических элементов, образующих древесину, и создавая условия для обитания в пне многих беспозвоночных. Грибы и мхи на лесных пнях и стволах деревьев – это одна сторона тайной жизни мёртвой древесины. Ведь лесной пень – это дом родной для многих животных и даже птиц. Пни на лесных полянах очень любят ящерицы и даже змеи. Они греются здесь в летнюю пору под лучами тёплого солнышка. Здесь же ящерицы и добывают себе пищу. Пробегающие пауки, муравьи и другие насекомые составляют их рацион. Тёплыми весенними днями на пнях довольно часто можно встретить гадюку или ужа. Только следует быть осторожным, ведь гадюки после зимовки довольно злые. Не стоит им мешать. Не волнуйтесь, на вашем экране уж, и он совершенно не опасен. Не всегда просто отличить ужа от гадюки. Если за головой есть два жёлтых пятна, то это точно уж. Но если перед вами всё-таки гадюка, просто обойдите. Не трогайте её, ведь она тоже имеет своё место в природе. Но не только для отдыха служат пни этим животным. Среди корней могут располагаться и их норки. Трухлявые пни используются и для зимовки. В трухляющих пнях зимуют также остромордные лягушки и даже тритоны. В пнях дятлы выдалбливают личинок насекомых из-под коры и древесины, а некоторые птицы даже устраивают здесь гнёзда. Старый пень может служить домом для мышевидных грызунов, местом хранения кормовых запасов на зиму для белки и сойки. Ну и конечно же это просто рай для очень многих беспозвоночных. В лесном пне их можно встретить на каждой стадии разложения древесины. Одни беспозвоночные обитают на коре, другие под корой, в трухлявой древесине, в грибах, растущих на пне. Среди этих беспозвоночных есть те, пищей кому являются грибы, отмирающая древесина, другие беспозвоночные и их личинки, и даже уже накопившийся гумус в результате практически полного разрушения пня. На мхе, лишайниках или же просто на поверхности пня часто можно встретить крохотных насекомых – колембол. Их роль чрезвычайно велика. В зависимости от вида они питаются водорослями, грибами, лишайниками, мягкими частями побегов высших растений, а некоторые из них обитают на трупах различных животных. В целом, польза их велика. Они являются важными почвообразователями. Присмотритесь в лесу внимательно к пню. Довольно часто здесь можно обнаружить муравейник. У отмершей древесины стволов и пней поселяются и муравьи-древоточцы, и рыжие лесные, и некоторые другие виды. Переоценить значение муравьев трудно. В лесу, где есть в достаточном количестве муравьев, не бывает вспышек вредителей растений. Поселившиеся в пне муравьи своей деятельностью ускоряют его разрушение. Как и в земле, в трухлявой древесине муравьи строят свои ходы, делают пустоты для выращивания своих личинок. Все муравьи, кроме матки, делятся на следующие касты. Одни муравьи ухаживают за личинками, другие за маткой, третьи добывают еду, четвертые охраняют муравьейник, пятые разведывают новые территории. И все они работают весьма слаженно, как единый организм. Кроме муравьев, санитарами леса можно назвать ос. Они охотятся на гусениц, мух, личинок-пилильчиков и многих других беспозвоночно. Свои гнезда они устраивают в кроне деревьев или же под землей в корнях живых или мертвых деревьев. В гнездах располагаются бумажные соты, которые они делают из пережеванных древесных волокон. В пнях и стволах погибших деревьев встречаются представители более 30 семейств жуков. Порядка 15 семейств двухкрылых насекомых, а также личинки перепончатокрылых и чешуекрылых насекомых. Например, в трукляющих и сильно разрушенных пнях можно обнаружить личинок жуков-щелкунов, питающихся разлагающейся древесиной или хищничающих. Это жук-усач. В то время как взрослые особи питаются на цветах, листьях и коре, их личинки широко распространены под корой и в глубине древесины. Здесь они делают свои ходы. Живому дереву личинки жука-усачана носят ущерб, который может привести к гибели, но мертвой древесине они помогают быстрее превратиться в труху. Здесь же под корой встречаются жуки-караеды и их личинки. В древесных грибах и под корой встречаются многие виды жуков-чернотелок. В сильно сгнившей влажной древесине можно обнаружить большие скопления жуков узконадкрылок. Среди хищников здесь выделяются жуки-карапузики, личинки которых уничтожают личинок-караедов, пестряки, охотящиеся за личинками точильщиков, а также некоторые виды жуков-жужелиц и стафелениц. А вот это жук-мертвоед. Но не все жуки этого семейства питаются падалью. Конкретно этот вид охотится на личинок, различных насекомых, червей, а также улиток и слизней. Да-да, без брюхоногих моллюсков здесь не обошлось. Чаще всего днем этот слизень прячется в разломах и полостях древесины, а вечером выползает подкрепиться плодовыми телами шляпочных грибов, которые растут на пне. А эта улитка интересна тем, что питается микрофлорой, развивающейся на мертвой древесине. А вот во мху на пне ползет какой-то непонятный комочек. Это личинка златоглазки. Комочек мусора сверху нее это защита от более крупных хищников. Взрослые насекомые летают среди травы или же в кроне деревьев и питаются пыльцой цветков. А вот личинки менее безобидные существа. Они хищники. Нападают на тлю и других мелких вредителей, чем, несомненно, приносят пользу. Время от времени на мертвой или даже еще живой, но изрядно поврежденной насекомыми древесине появляются вот такие насекомые из семейства наездники. Эта самка отыскивает в глубине древесины личинок рогохвостов. Длинным яйцекладом она пробуравливает древесину, достает до личинки и откладывает в нее яйцо. Будущая личинка наездника будет питаться личинкой вредителя. Это очень полезные насекомые. Они сдерживают массовое заражение и порчу живой древесины. Вот к трухлявому дереву прилетела самка комара-долгоножки. Здесь в разломах коры она отложит яйца. Наряду с ними, под сгнившей корой, в черной трухе будут обитать личинки двукрылых из семейства гнильницы и львинки. Во влажной размягченной древесине личинки журчалок, туманниц, пятнокрылок. Здесь также можно встретить хищных личинок мух-ктырей и лжектырей, а также питающихся грибами полосатых и грибных комариков и грибных мушек. Часто между пнями и в пазухах мертвой древесины строят ловчие сети пауки. В них попадают летающие насекомые. Но немалая часть пауков ведет и бродящий образ жизни. В отличие от своих сородичей, они быстро бегают и хорошо прыгают. Они охотятся на мелких, беспозвоночных. Очень часто этим паукам помогает так называемая покровительственная краска. С одной стороны, они малозаметны для добычи. С другой стороны, уменьшается вероятность быть пойманным более крупными хищниками. Наряда с пауками на пнях встречаются и их причудливые родственники – сенокосцы. Наверное, многие в детстве видели, как утраченная в бегстве от хищника нога этого паукообразного начинает судорожно и конвульсивно дергаться, тем самым привлекая внимание хищника на себя. А в это время сенокосец убегает. Было 8 ног, осталось 7. Ничего страшного, зато сам уцелел. Смотрите-ка, сюда прилетел комар-долгоножка. Они в массе обитают в сырых местах. Под самым брюшком комара, как на самолете, обосновались два пассажира. Это ложно-скорпионы. Не волнуйтесь, они вовсе не ядовиты. А в наших краях они настолько мелкие, что совершенно не броские. Сами они питаются мелкими насекомыми. И когда их условия обитания ухудшаются, они перебираются на открытое место и цепляются за крупных летающих насекомых, которые сели передохнуть. И используют их как средство передвижения. Среди других беспозвоночных, под корой лесного пня и в трухлявой его древесине можно встретить хищных костянок и геофилов, которые относятся к глубоногим многоножкам. Обычно они охотятся в сумеречное время на небольших насекомых и пауков, которые прячутся в трещинах хоры или в норках в земле. Здесь же встречаются их безобидные сородичи, кивсяки и многосвязы. Они относятся к двупорноногим многоножкам и питаются гниющей листвой и другими разлагающимися остатками. В сырых пнях обитают существа, очень похожие на многоножек. Это мокрицы. На самом деле, это единственные ракообразные, приспособившиеся к обитанию на суше. Парадоксально, но факт, большинство видов мокриц дышат не атмосферным, а растворенным в воде кислородом. Для этого на передних брюшных ножках у них имеются жабры, которые должны быть постоянно покрыты влагой. Как и кивсяки, мокрицы питаются разлагающейся растительностью, а также частями живых растений. На последних стадиях разрушения древесины, когда волокна большей частью перемолоты в труху, лищенками жуков и других насекомых, а целлюлозные оболочки древесных клеток уже наполовину разрушены бактериями и грибами, в дело вступают черви. Вот это нематоды или круглые черви. Ну а дождевого червя знают все рыбаки и огородники. Он относится к кольчатым червям. И те, и другие питаются тем, что осталось от древесины и практически полностью перевращают ее в почву. В результате совместной деятельности грибов, мхов и сосудистых растений, а также большого числа представителей различных групп животного мира, отмершая древесина довольно быстро разрушается, а образующие ее элементы возвращаются в круговорот. А если бы этого не происходило, что бы тогда было? Подумайте. Найдя ответ, вы поймете, как важно, чтобы старый пень или упавшее дерево тоже имели свое место в лесу. Без них для многих животных и растений лес не сможет стать дома. И тогда он обеднеет. Вот почему так важно, чтобы человек научился оставлять в лесу старые усыхающие деревья и разрушающиеся пни. Сценарий Леонид Чумаков, видеооператор Борис Воробьев, звуковое оформление Дмитрий Белькевич. Делитесь мыслями и оставляйте свои комментарии под видео. Если фильм вам понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фауна Беларуси и вы будете информированы о новых фильмах о животных.